Главная сложность для левшей в том, что почти все предметы обихода, кухонные и канцелярские принадлежности сконструированы под правую руку. Так и Артемию приходится приспосабливаться, когда едет с папой на рыбалку. Я люблю бросать спиннинг. Мне бесит то, что для правой руки создан. Бросать, замахивать. Мне это очень неудобно. Да еще и катушку. Это меня очень сильно нервирует. Молодого человека есть любимое хобби – играть в компьютер. И даже здесь возникают неудобства. Мышка-то сделана для правшей. Признается, что самым неприятным периодом был перлом ключицы и гипс. У меня вот тут гипс был, на всю руку она была прижата. Я не мог ей пользоваться. Недели две так. И приходилось. Пользоваться только правой рукой. Все ей делать. Есть, писать, учиться, открывать что-то. Это ужасное время было. Родители Артемия еще в детстве пытались переучить сына держать игрушки в левой руке. Но не удалось. Молодой человек рад этому. Ведь теперь это его особенность. А почему я должен считать это недостатком? Это как-то мешает жизни? Ну, как-то должно мешать мне? Или что? Я живу как все. Меня все устраивает. Да и само мне это нравится. Так что здесь ничего плохого. Зато я особенный. Почему люди становятся левшами, пока точного ответа на этот вопрос нет. Специалисты отмечают, что у них более развито правое полушарие мозга, которое отвечает за абстрактное мышление, память и ритм. Сейчас попробую подать валанчик правой рукой. Но уже неудобно. Психологи категорически не рекомендуют переучивать левшей. Говорят, такие люди предрасположены мыслить более творчески. Скорее всего, поэтому среди них так много талантливых личностей. Алина Ширина, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск».